Зашли в строительный магазин. Смотрите, какие ванны интересные. Надо же, я такие не видел. С подлокотниками, с подголовниками вернее. И они реально мягкие. Вот это да. Сюда заходить не буду, ладно. Интересно. Вот тоже, смотрите. Сейчас еще туда посмотрим. Очень интересно. Я таких вариантов как-то особо и не видел. Вот такой мини-вариант. Вообще три с половиной стоит. Интересно, да? Здесь смотрите, сколько ванн. Это вот вариант экранов, какие можно поставить сюда. Смотрите, какие ножки для ванны. Это, видимо, вместе с ванной идет. Вот раковина. Ну, я у нас подобное не видел. Может быть, просто не замечал, но, по-моему, нет. В том же Леруа Мерлен, по-моему, такого выбора ванн вообще нет. Очень интересно. А мы сейчас другие вещи еще посмотрим. Так, даже не знаю, куда повернуть. А вот тоже, смотрите, вариант такой с ванной. Вот, вот, цена. Кстати, вот ванну поставить что-то наподобие было бы интересным. Вот такой вот рукомойник. Под мелочевку. Интересно. Это, видимо, набор стоит почти полтора тысячи. Чуть дороже, полутора тысячи. Вот тоже. Да, все-таки у нас, видимо, такого выбора нет. Все-таки у нас как-то вот попроще. Реально попроще. Здесь как-то более дизайнерское. Такую мини-рукомойничку. Очень интересно. Прямо можно было бы реально у себя поставить. А это как работает? А, это просто выдвигается? Смотрите, как интересно, да? Неплохо. Неплохо. А вот белый вариант. Это, по-моему, латунь, да? На латунь похоже. Нормально, нормально. В общем, это ванное включение. Вот вообще вариант. Прям вариант-вариант. Смотрите. Джакузи. И стоит 2 500. Всего лишь 2 500. И видите, даже вот отсюда бьет. И мягкие-мягкие подголовники вообще. А это душевалка. Ух ты! Нормально. Слушайте, я таким дикарем себя чувствую. Прям вообще. Я такие виды, я такие варианты реально не видел. Может быть, не обращал внимания, но... В Москве, конечно, точно подобное есть, но... Да. Ну, тоже, смотрите, как интересно сделан. Такой странный душ. Интересно. Вот это как такая купальня. А вот тоже, видите. Смотрю, примерно такого типа рукомойники. Чтобы вот как вот в виде чаши. Подвесные. Вот такой вариант, конечно, интересный. Это вот более классика. Более классический вариант. Мне же все-таки нравится вот... С такими пространствами вокруг. Чтоб можно было подлезть. И при этом, чтоб был шкаф. Ну, вот это классика. Прямо классика. Так же, как везде. А я думаю, для чего эта штуковина? А это для полотенца. Точно. Подсказали. Смотрите, какая плитка интересная. Прям вообще керамик и кераметр. Ну, неплохо. Слушайте, прям вообще под мрамором. Напольное покрытие. В общем-то, и напольное, и настенное. Можно и туда, и сюда это дело применить. Было бы очень красиво. Реально, прям вообще. А вот еще, смотрите. Да, все-таки похоже, как Леруа Мерлен, но выбор, по-моему, намного круче. Реально круче. Вот это вот интересно. О, мне вот подобная расцветка очень нравится. Смотрите, как сделано. И на нее как раз скидка 48, а стоит вообще 64. Будет вообще очень солидно смотреться, по-моему, на пол. И вот это можно и на полу, на стены примастить прям. Вот, видите, вариант. Да, выбор, конечно, класс. Кстати, вот, видите, то есть можно и на полу, на стены действительно сделать. Прям выбор шикарный. Тоже вот, очень интересно выглядит. А вот тоже интересно. Интересная расцветка. Прям тоже, прям под камень можно сделать. Или вот, например, тоже вот. Да. А это вот эти. Интересно. Вот ванну, например, на полу положить. Прям вот под доску. А вот тоже. И она прямо, знаете, она рельетная, вот шершавая. Идет. 116. А вот еще. Думал, вам просто ванны поснимать, но тут столько всего. Е-мое, здесь столько всего. Ну, что вот у нас Косторама была. Что вот Лерой Мерлен. Такого выбора. Или, например, вот в Сити Парк Град. Хофф, например, взять. Такого выбора тоже нет. Ну, реально нет. Смотрите, вот на кухню. Какое интересное кресло. Или вот тоже вот. Эцинаева. Да. Реально очень, очень круто. Очень круто. Так называемые барные стулья. Можно вот на балкон, например, поставить небольшой высокий столик. Столик. Пару вот таких вот стульев или тройку. Вообще прекрасно. Вообще. А вот смотрите, как интересно. Необычно, как сделано. Видите? Вот другой фасон. И сделано все достаточно качественно. Не, как вот, как правило, шарпотреб. Все рассыпается, разваливается. А это прям вот реально добротно сделано. Ну, это простой вариант, но все равно. Видите? И скидка на него. А вот тоже интересный стул. Стул, вернее, стул. Ну, да. Шатается. Уже неинтересно. Но выглядит неплохо. А вот тут вот неплохо. Если есть паркет или линолеум, пластиковые накладки. Уф. Какая ткань интересная. Ну, стулья, конечно, да, это дешевенькие. 72 лари всего лишь. Но они немножко шатаются. Но в целом, в целом реально неплохо. Такой вот бюджетненький вариант. Но очень. Мне очень нравится. Конечно, найдутся эстеты, которые скажут, что это все полное АГ. Но кому как. Кому нужна чисто дизайнерская, элитная мебель. Подобные магазины не для них. А для простого класса это прям, по-моему, шикарно. Мне тут говорят, сильно не возвышать все это дело. Но я буду возвышать. Потому что мне это реально нравится. Это реально красиво. И здесь без работы дизайнера можно неплохо себе подобрать дизайнерские вещи. Вот. Смотрите как. Ну да, они шатаются. Да. Шатаются. Но ничего. Ничего. По-моему, это мелочь. И стоит недорого. Смотрите, что нашли. Какая интересная покрышка. А зачем они, интересно, здесь? И... Если что, вот переведете. Да, это бюджетные вещи. Но выглядит вполне неплохо. Вполне. Вполне. Просто и со вкусом. Это, если что, в Белисси Мол. Зайдете, посмотрите. Здесь очень много магазинов. Вот это строительный магазин. А это для триммеров. Ну, леска, в общем-то, такая же, как и у нас. Скорее всего, разлетается так же, моментально. Ну, чисто пластик. Ну, вот, если что, по ценам, посмотрите. Сравните. Я вот все ищу подобную, но только стальную. Здесь вот... Может быть, есть какая-нибудь многоразовая история, где я сделал, и она работает. Но, по-моему, выбор больше, чем те магазины, в которых я был, по-моему, намного больше. Триммеры. Газонокосилки, вернее. Ох, смотрите, какая штука. Надо же, подобное я не видел, как это работает. Плиткорез. Мы что-то подобное хотели взять. Это же плиткорез. Я же не ошибаюсь. По-моему, плиткорез. Нужно будет потом перевести, посмотреть. Да, по-моему, это все-таки плиткорез. Если что, поправите меня в комментариях. Поправа. Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, в гараж что-нибудь подобное взять Так лучше не буду лезть По-моему, эта штукенция выдвигается или нет? А, эта поднимается, тогда в гараж не пойдет У меня вот тоже прям вообще, ух ты, какой гамак, смотрите Посередине обороты повесить, вообще отлично А как вы думаете, а это что такое? Что это за установки такие? Это как перегонный аппарат? По-моему, да По-моему, это самогонный аппарат И я подобных конструкций не видел Барбекюшницы Нормально Вот прям вообще реально интересно Если что, вот можно посмотреть Название И вон их здесь полно Прямо ходить не переходить Баллон Ну, это уже варианты попроще Но все равно тоже интересно Такая тонкая, достаточно жесть Вот уже смотрите, интересно как Неплохо, неплохо На колесиках А сейчас мы вот это посмотрим, что это такое А это вот просто мангалы Ну, тоже неплохие С этим А вот это интересно, что такое Ух ты И вот это вот мягко, видите Видимо Антипригарное Ну, я подобное не видел Даже не знаю, как этим пользоваться Спасибо Спасибо Спасибо